Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И мы продолжаем разбирать мой текст. 99 тропов скептицизма. И мы дошли пока что только до 46 тропа. 46 троп. Возможность ложностей феноменологии. То есть вдруг феномены наши не дают нам никакого толком познания очевидного. Да. Это такой общий троп против феноменологии. Группа тропов против феноменологии. Это уже мои тропы. И он такой общий. А вдруг? А вдруг окажется, что феноменология не соответствует тем критериям, которые она выдвигает как основополагающие? И вдруг нам все-таки лучше на эмпиризм, например, рассчитывать? Напоминаю, что основатель феноменологии был против эмпириков, очень жестко их критиковал. Но и ввиду этого хочется спросить, а вдруг они были правы эмпирики? А вдруг Эдмонд был неправ? Сорок шестой троп. Знание о самом себе очередная логическая конструкция. Потому даже с познания себя невозможно начать познание мира. То есть даже с познания феноменов, которые мы воспринимаем, может быть не имеет смысла даже начинать познание мира. Вдруг все эти феномены, ну просто-напросто иллюзии. Многие философы, ученые это уже рассматривали много-много-много раз. Много, невероятное количество раз уже они это и изучали, рассматривали, предполагали различные религиозные деятели и так далее, и так далее, и так далее. Вдруг, в общем-то, феноменология это очередная логическая конструкция, которая возникает в уме самих феноменологов, которые там производят разные редукции, какие-то, в общем-то, уровни сознания проходят, выносят что-то там за скобки, а на самом деле ничего не выносится. Вдруг вот это вот все вот так вот обстоит. Что ж тогда-то получается? В чем, в чем загвоздка? 48-й троп. Кстати, я хотел бы заметить, что под тропами против феноменологии, я подразумеваю тропы не только против европейской феноменологии, но и против индийской феноменологии, любой мистической феноменологии в любом регионе, буддийской феноменологии, например. Потому что буддисты тоже феноменологией, так как таковой, занимались. Йоги занимались своеобразной феноменологией в том числе. То есть они исследовали феномены. В очень похожем стиле, как и, в общем-то, европейские феноменологи. Только с мистическим таким оттенком. Так вот, 48-й тропа. Йогическая практика сомнительна в том плане, что даже йогическое восприятие может оказаться лишь иллюзией истинного восприятия. То есть, вот это вот, все эти исследования могут не привести нас к никакой истине, и это очень сильно нас должно печалить, по сути. Ух, 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 пошли самые крутые тропы и тропы сомнения. То, в чем мы можем усомниться. 49-й троп. Сомнение в достижении и невозможности достижения истины. Трудно сказать, какой путь может к ней привести. Все понятно, очевидно. Так вот, 50-й троп. Сомнение в необходимости воздерживаться от суждений. А суждения, от которых мы воздерживались, могли бы быть истинными. Это уже палка в огород античного скептицизма, который фанатично преследовал идею о том, что нужно воздерживаться именно от суждений. Да, почему бы нам не поговорить, почему бы нам не поделать разные суждения, и как это может повлиять на наше состояние скептицизма, ну непонятно. Но греки думали, что это влияет. 51-й троп. Сомнение в вероятностном характере истины. Сомнение в возможности определения правдоподобности и неправдоподобности того или иного суждения. Это уже камень в огород античных скептиков, которые принадлежали к средней школе Платона. Тоже от меня такой вот камень в огород. 52-й троп. Сомнение в необходимости действия или бездействия. Это уже палочка такая в огород к буддистам, и не только к буддистам, а к индийским мыслителям, по сути. И к даосам. К даосам в том числе бездействия они пропагандируют. 53-й троп. Сомнение в истинности компромиссов. Ну а кто сказал, что компромиссы верны? У нас есть два положения, допустим, одно истинное, другое ложное. Когда они приходят к компромиссу, они оба становятся... Ну то есть в итоге мы получаем ложные положения. Фокусы, фокусы познания, они вот такие странные, да. Познание любит такие сюрпризы, в общем-то, делать. Сомнение в необходимости критики. А кто сказал, что критика вообще в принципе необходима? Еще одна догма интересная, да. Сомнение в отрицании и принятии наивного реализма. То есть мы можем отрицать наивный реализм или принимать его. А вдруг он истинен? Вдруг вот все есть так, как вот мы это видим? Ну и в определенном смысле все так, как мы это видим, тоже есть. Как минимум в нашем восприятии, конечно. Но мы говорим о реальности. 56-й троп. Сомнение в аргументации. Вдруг все теории аргументации на самом деле ерунда? Почему бы и нет? Не знаю. Честно говоря, мне не приходят никакие вот представления, которые могли бы, в общем-то, противоречить данному тропу. Ну, скорее всего, аргументы, да, они могут нам помочь добиться истины. Ну, это наивно. Это, честно говоря, очень и очень наивно. Нам просто удобно вести определенные социальные игры для того или иного познания, для попытки, в общем-то, самоутвердиться, и для попытки поспорить, для попытки победить в споре. Для этого нужна аргументация. А в реальности, может быть, нет, не работает. Сомнения в необходимости того, что знание должно быть достоверным. Может быть, знание и не должно быть никаким достоверным. Может быть, истинное знание в принципе не может быть достоверным, и мы его можем просто узнать. 58-й троп Сомнение в том, что вообще необходимо искать истину А вдруг истину-то и не необходимо искать? Большинство людей, в принципе, ее не ищут А зачем же многие люди ищут истину в рамках философии и различных религий, тоже непонятно 59-й троп Сомнение в радикальном сомнении Допущение возможности стать догматиком Ну вот, настоящий скептик, на самом деле, настоящий скептик Не должен фанатично цепляться за скептицизм О, Господи, вот он, мой скептицизм Я буду везде с ним носиться Он такой потрясающий Нет, должно быть подразумеваться и сомнение в самом скептицизме Вдруг состояние этого скептицизма, ну, ничего, по сути, не значит И тогда получается, что, ну, в принципе, можно стать догматиком Почему-то и нет Почему бы и нет Сомнения в топологиях То есть в различных системах классификации, разделений Вдруг они тоже не имеют никакого значения Это, кстати, троп можно было бы использовать против науки Но топология есть не только в науке Они есть в философии, в религиях и так далее, и так далее, и так далее Поэтому такой троп, он, ну, везде может быть Но давайте разберем этот пример Ну, этот момент на примере науки Ну, потому что просто можем Вот у нас есть собаки и есть козы Почему-то мы их разделили по разным топологиям Есть определенные признаки Но по признаку размера По признаку некоторых там других форм Некоторые собаки больше похожи на крыс Вот эти маленькие такие мелкие гадкие собачонки Такие тяф-тяф-тяф которые А есть большие такие собаки, которые больше похожи там не на коса Ну, например, даже на быков, может быть, не знаю Очень большие, очень злые А есть такие собачки, которые больше на кос даже Похожи только без рогов Да, если по принципу роста вести топологии, то они будут другие. А если вести по другим признакам, то да, у нас получится такая топология, там, например, как в науке она есть. Но мы можем вести топологии по абсолютно разным признакам, и как нам это в голову взбредет, как все это нарандомится у нас в системе наших традиций, ну, в общем-то, непонятно, и поэтому рассчитывать на топологии не приходится. 61-й троп. Сомнение в том, что истина приводит к успокоению и блаженству. А вдруг это совсем не так? Следующий троп. Сомнение в том, что истина не приводит к успокоению и блаженству, а даже совсем наоборот, потому что вдруг приводит, непонятно, неизвестно. 63-й троп. Сомнение в том, что учение и чтение делают человека мудрее. Пояснений не требует. 64-й троп. Сомнения в фактах. Возможность по-разному трактовать факты. То есть любой факт может быть трактован с абсолютно разных сторон, может быть включен в абсолютно любую теорию, абсолютно любую гипотезу. И в этом смысле любой факт оказывается недостоверным. И это действительно довольно-таки очень-то, в общем-то, тяжело рассчитывать на факты. 65-й тропа. Сомнения в силах собственного разума. Дальше идут тропы возможности. Тропы возможности. Какие же у нас есть тропы возможности? Сейчас мы узнаем. 66-й троп скептицизма, который выделяю я. Так вот. Возможность бессмысленности вопроса об истине. Об истинности. Возможно? Возможно. 67-й троп. Возможность тотальной абсурдности окружающего мира. Возможно. Это, кстати, вот, наверное, камеум можно отнести. Ну, плюс-минус. 68-й троп. Возможность существования мистических сил, которые на порядок реальных сил эмпирических. 69-й троп. Возможность такого устройства мира, при котором истина никак не может быть добыта. 70-й троп. Возможность сходства восприятия всех живых существ, совмещенные с невозможностью познания этим восприятием мира. То есть мы можем допустить... Это уже троп противоречит первым тропам, а не с Эдема, например. Допустим, восприятия все-таки наши сходны. Допустим, они сходны. Что ж дальше? Вдруг при этом-то все равно нельзя познать мир. Вдруг никто из живых существ не может познать мир таким, какой он есть. И в таком случае, ну, до свидания. Простите, сейчас нажмем. Да, меня снова видно. Так вот. Следующий троп. Троп 71. Возможность доказать и опровергнуть все, что угодно. Такая возможность действительно есть, потому что доказательства, по сути, и опровержения зависят от логической системы, от интерпретации фактов, от интерпретированных самих фактов. А факты нередко трактуются благодаря теориям. Также с помощью терминов словарях мы можем что-либо трактовать положительно для нашей теории или отрицательно для нашей теории. То есть словари, факты, которые могут трактоваться многообразно. И также логические системы, система аргументации, доказательства зависят от всего вот этого. И все вот это вот может быть колоссально разным. И ввиду этого получается, что доказать или опровергнуть фактически можно все, что угодно. 72 троп. Возможность поверить во все, что угодно. Абсолютно имеется. И это даже доказывать, в принципе, не нужно. 73 троп. Возможность раскритиковать и восхититься всем, чем угодно. Тоже фактически эта вещь может быть найдена. Разные люди критикуют разные вещи, либо восхищаются разными вещами. Очень часто одни люди восхищаются каким-то там человеком, а другие его критикуют, и не возникает никакого противоречия. По сути, все может быть раскритиковано, и все может вызывать восхищение у разных людей. Это тоже нам дает определенные сомнения в нашей истинности. И вот мы дошли до самого главного, до тропов ортодоксологии, и они будут идти до самого конца. 74 троп. Это непосредственно уже тропа, которая относится к ортодоксологии самой по себе. Отсутствие радикального сомнения. Недостаточная критичность. То есть у людей, у многих отсутствует радикальное сомнение, они совершенно не критичны, ну то есть даже здесь речь идет не о критическом мышлении, пресловутом, который является на самом деле догматическим мышлением. Нет. Здесь речь идет именно о радикальном сомнении. О том, что люди обычно не подвергают критике определенные положения в рамках своего внутреннего мира, и поэтому они имеют различные догмы. И по сути не могут их не иметь, и наверное все-таки не имеет никакого смысла не иметь догм. Но в качестве, в рамках теории мнений, то есть ортодоксологии, мы должны разбираться со всеми этими проблемами. И здесь все воспринимается немножко иначе. И конечно же, если человек не подвергает критике свои основополагающие убеждения, и является догматиком, а подавляющее большинство людей являются догматиками, они будут оставаться убежденными вне зависимости от истинности или ложности, доказанности и недоказанности их суждений. 75-й троп. Невозможность человека занять объективную позицию. Объективность в данном случае может восприниматься как утопия. Человек по сути субъект. Ну изначально Кортезий поделил все. Есть объект, есть субъект. Человек это субъект. Как субъект может занять объективную позицию, непонятно. То есть конечно мечтается, что вот у нас есть наука, и наука, вот там вот она может познавать, объективную позицию может занять, она объективнее всего, что только существует. Но на самом деле наука интерсубъективна. Интерсубъективна, то есть включает мнение сразу, ну то есть некоторые группы людей, которые занимаются исследованием того или иного вопроса. Ну и получается, что чистая объективность является утопией. Всякое учение, которое уверяет, что оно полностью объективно, оно себя обманывает, либо обманывает других. 76-й пункт. Интерсубъективность ничем не отличается от субъективности. Это уже доказательство к 75-му пункту и подтверждение его, укрепление его. Ну то есть да, у нас есть группа людей, которые занимаются познанием чего-либо. Это либо ученые, либо группа философов, либо группа религиозных каких-то деятелей. Так вот, интерсубъективность в данном случае ничем не отличается от субъективности. Просто это субъективное мнение некоторой группы людей, которые могут заблуждаться. Ну, потому что группы разные, у разных групп разные, в общем-то, позиции, разные мнения. И в этом смысле мы не можем предпочесть одну группу другой группе. 77-й троп скептицизма. Влияние гносиологической и онтологической перцепции на все последующие измышления. То есть весь наш предшествующий опыт влияет на то, что мы будем узнавать дальше. А наш предшествующий опыт может быть, ну, очень уж, так скажем, ограничен, недостаточен и субъективен. 72-й, 78-й троп. Вера и знание одно, но взятое в разных плоскостях. Вера недостоверна, как и знание, и разницы в тепени достоверности между ними нет. Вообще, вера и знание, как я уже много раз подчеркивал, много раз объяснял, это проблема христианской философии. Время и знание, вера и знание, вот это противоречие, противоборство между ними было введено Климентом Александрийским, одним из отцов в церкви, но и, по сути, для других философских течений, для науки, оно вообще не должно быть никаким определяющим, и ни один ученый не должен говорить, нет, я не верю, я знаю, что-то вот такое, это просто наивность в рамках христианского дискурса получается, когда человек не христианин, апеллирует вот к таким вот дуалистическим системам, которые возникли в другой, в общем-то, системе ценностей, в другой системе познания, в другой системе веры. В общем, вот так вот получается. 79 пункт, 79 троп, здравый смысл, лишь набор стереотипов. Сколько людей, столько и здравых смыслов, ведь всякий считает свой смысл здравым. Данный троп не нуждается в объяснении. 80 троп, иллюзорный и тщетный характер прогресса в бесконечно массивном мире, для которого этот прогресс кажется ничтожным. Всякое культурное образование видит себя прогрессивнее своих оппонентов. Ну, то есть прогресс, по сути, для познания тоже, ну, скорее всего, ничего не значит. Есть очень большая вероятность того, что прогресс для познания ничего не значит. Ну, есть у нас компьютеры, есть у нас различные технологии. Это не убеждает. Не убеждает, по крайней мере, скептика и оставляет нам поле для сомнений. И вот вам 99 тропов скептицизма, которые оставляют нам поле для сомнений во всем, чем угодно, включая науку. 81 троп скептицизма. Чеславие всех направлений мысли, которые не дает им свободно размышлять. И у науки это теславие, например, ну, просто колоссальное. Настолько колоссальное, что наука считает, что... Ну, наука сама по себе не считает, у нее нет, конечно, субъективности. Ну, в общем-то, ученые, представители науки считают, что они могут влиять на жизни других людей. Ну, то есть решать, могут ли они работать там или не могут. Может ли человек занимать ту или иную должность или не может. Притом, если это должность, по специальности, ну, в принципе, не соответствует, ну, не требует навыков данной науки. Ну, вот, например, может ли человек стать, ну, допустим, где-нибудь в какой-нибудь работе, на какой-нибудь работе требуется человек с высшим образованием. Просто высшее образование, не важно какое. Если у него нет высшего образования, он не попадет на эту работу. И ученый, по сути, решает. Профессор какой-нибудь, доцент решает, стоит ли этого человека пускать именно на эту работу или не стоит. Ну, то есть, не то, чтобы он прям решает именно с этой работой, но вот как бы, он ставит ему за счет или не ставит. И, по сути, человек не только не сможет поступить на те специальности, так скажем, на те должности, которые требуют специальных навыков его дисциплины, он также и не сможет устроиться на работу, где вот просто нужно высшее образование. Интересно? Да. И все направления мысли очень тщеславны. Настолько тщеславны, что могут устраивать инквизицию, убивать инакомыслящих, презирать инакомыслящих, искать инакомыслящих в своих рядах, как это сейчас делает наука, и позорить их, называть шарлатанами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта вот борьба с лжеучеными и прочие-прочие-прочие глупости в рамках науки и за ее пределами. Вот это вот есть то самое тщеславие, которое не дает представителям и науки, и многих других, и течений мыслей, и верований, они не дают свободно размышлять. Поэтому все выводы данных направлений могут быть подвергнуты сомнению, в том числе по этому критерию. 82-й троп скептицизма. В основании всякого знания скрывается вера, а вера сомнительный источник знания. Ну, я здесь использовал противоречие, введенное Климентом Александрийским, но в данном случае под верой подразумевается ничем не обоснованное утверждение, ну, то есть убеждение, мнение, по сути. Ну, и мы не можем сказать, потому что мнений очень много, они очень разнообразны, мы не можем сказать, что хотя бы одно из них является истинным. Договорной характер истины в массивных религиозных образованиях вроде христианства, буддизма или современной науки. Это мы тоже уже многочисленные, много раз обсуждали. Не думаю, что следует это пояснять. Смотрите другие видео, связанные с этим, посвященные в том числе науке. 84-й троп. Вероятно, истина не рождается в споре, скорее всего, она там умирает. Это положение можно объединить с положением, когда, ну, компромиссы являются сомнителями, с тем тропом. Ну, и в целом, это тоже очевидно. Скорее всего, истина, даже если вдруг она возникла так или иначе в споре, в последующих спорах она все равно умрет. Она все равно исчезнет. Это очень идеалистическая система, в которой у нас имеется такая пирамида, где мы постепенно приближаемся к истине, а истина на вершине этой пирамиды. И мы такие, о, господи, скоро мы достигнем истины, как же хорошо, давайте дальше спорить. Ну, на самом деле, все наоборот. На самом деле, течении становится все. Больше доказательств, все больше противоречий, все больше противостояний, все больше. И, скорее всего, истина уже давно умерла. 85-й троп скептицизма. Тенденциозный характер принятия того или иного положения. Любое положение в любой философской, в общем-то, дисциплине и в любой науке они тенденциозны. Есть просто тенденции. И уже не свободные размышления, не какие-то, в общем-то, другие факторы влияют на приятие решения. Нет, ничто практически на принятие решений не влияет, кроме того, что имеются эти самые тенденции. Ну, например, тенденциозно ученые заявили, что весь мир должен описываться с точки зрения естественной установки. И несколько веков они просто работали в рамках этой естественной установки, в рамках этих тенденций. Притом, у начала науки это было совсем никак не очевидно. Это просто было ну вот у нас есть естественная установка и нет естественной установки. Давайте мы будем работать по естественной установке. И пошла тенденция. Так вот. Это очень ненадежно. То, что мир вообще работает тенденциозно. Любое учение, любая наука, все это проистекает в рамках определенных тенденций. И уже не сами исследователи отвечают за свои исследования, а тенденции формируют эти исследования. И тенденции формируют те или иные утверждения и гипотезы, и теории соответственно. И это очень проблематично, потому что ответственного за то, что происходит, ну просто нет. 86-й троп. Отсутствие понимания между людьми. Это большая проблема для опознания. Если мы допускаем, что понимание между людьми отсутствует, а оно скорее всего отсутствует ввиду того, что они постоянно воюют, у них есть определенные противоречия постоянно, определенные споры постоянно ведутся. И эти споры обычно не понимаются. Люди с трудом воспроизводят даже просто формулировки друг друга, не могут даже адекватно воспроизвести идеи друг друга в речи. Большинство людей не могут этого сделать. Ну, соответственно, понимание, непонимание, в общем-то, имеет место. И если уж непонимание существует между людьми, то познание тоже становится довольно-таки трудным по ряду причин. 87-й троп. Многогранность глупости. Ну, глупость феноменальна, глупость многогранна, глупость всесильна. И в этом отношении, конечно же, и в науке есть глупые люди, и в философии есть глупые люди, особенно среди последователей, адептов науки, среди адептов философии есть, конечно же, глупые люди. И глупость многогранная, она распространяется внутри и течения, и учения, и науки, и медленно пожирает их, уничтожает, умножает тотальный и догматизм, и фанатизм, и познание, в общем-то, превращается в фанатичную религию, иногда в секты различные превращается, как это произошло с марксизмом. Очень печальная ситуация, и выяснению истины она точно не способствует, к сожалению. 88-й троп. Зависимость логики и речи от антологии. То есть логика и речь зависят от антологии. Как это доказать? Логику создал Аристотель. Здравствуйте. Речь, конечно, Аристотель не создавал, но различные антологические положения влияют на существование речи. Как мы это докажем, в общем-то? Давайте с речи начнем. Антология, то есть дисциплина, посвященная бытию, существованию, да, она является основополагающей для формирования языка. Во всех языках есть те или иные фундаментальные позиции, фундаментальные грамматические основания, которые указывают на бытие предмета. Ручка есть. Слово есть. Есть. Была. Будет. Это антологическая грамматическая конструкция. В английском языке is. Ручка is, are, неважно, вот эти вот все концепции, указывающие на существование. То есть, да, в английском языке это вообще прям настолько в грамматику вписано, что без вот этого вообще нельзя составить предложение адекватно. В русском языке попроще, без был, есть, будет, мы можем обойтись, но у нас даже тирешка как бы означает есть существование. У нас есть просто даже знак припинания, который обозначает существование. То есть, в речи, уже в ее антологическом таком характере, уже размещается вот эта вот интересная антология, своеобразная. Также она есть в логике. Напоминаю вам о товарища Аристотеля. Почему Аристотель, в общем-то, сделал свою логику? Почему у всего есть свое начало и почему все восходит именно причинно-следственно к какому-то единому источнику? Конечно же, по антологическим причинам до логики вот эта вот последовательность, вот эта вот причинно-следственная связь, она колоссально важна и на этом все строится. Но почему эта причинно-следственная связь, она обнаруживается в логике? По антологическим причинам, потому что она существует в мире. То есть, имеется определенная взаимосвязь, потому что мир не имеет бесконечного удаления. Удаление вот это в дурную бесконечность. Поэтому и логика не может иметь удаление в дурную бесконечность. Поэтому она строится по образцу антологии во многом. И у Аристотеля вот эта вот боязнь дурной бесконечности на самом деле очень примечательна. Ее действительно видно в начале текста метафизика. Метафизика Аристотеля как раз начинается с таких рассуждений, посвященных проблеме начала. Не может быть бесконечного количества начал. Одно начало не может начинать другое начало и так до бесконечности. То же самое Аристотель говорит и в своих текстах, посвященных логике, аналитике. И связь здесь тоже становится вполне так себе очевидной. Европейская логика и речь, различные языки, связанные с антологическими категориями, которые нам заведомо неизвестны. Вот в чем проблема. Антология, она как бы есть изначально. Она изначально есть, она задала логику и речь, но мы не знаем, что такое антология, по сути. Мы не знаем антологические характеристики мира, мы не знаем существования, мы не знаем бытия. И Аристотель, и его предшественники, и последователи тоже не знали. Но при этом основали логику. Ну, парадоксально, интересно, забавно. 89-й троп. Зависимость логики и речи от этики. Ну, в данном случае... Интересно, следующий троп, ладно. Зависимость логики и речи от этики. То есть, есть определенные этические положения, предположения, добро, зло, нейтралитет и так далее, и так далее, и так далее, которые влияют на логику и речь. Тоже такая зависимость, она имеется. Особенно в данном случае на речь. На логику куда меньше. Ну, потому что логики пытаются сторониться от этики как дисциплины, но все-таки в логике есть определенные этические, так скажем, запреты, которые являются чисто этическими. Ну, например, когда мы рассматриваем неформальные этические ошибки. Ой, неформальные логические ошибки. Они на 90%, но это этические ошибки. То есть, ну боже мой, ну ты оскорбил человека, применил это хоминем. Какой ты плохой, а та та, это этический, как бы... Это этическая ошибка, прежде всего. А также запреты на нарушение логики. Логики это этические запреты. Ну, как бы... Почему я не должен нарушать логику? Да потому что это плохо. Это нехорошо. Ты не достигнешь истины так. Так, 90-й троп. Зависимость этики от антологии и антологии от этики. Ну, здесь тоже все относительно понятно. Этика зависит от антологии, ну, потому что в зависимости от того, каков мир, как там все существует, как все устроено в этом мире, как он бытует и как мы сами существуем и бытуем, зависит наша этика. И, соответственно, антология тоже зависит от этики, потому что она на самом деле, на самом деле... Нет, бытие само по себе не зависит от этики. Бытию наплевать. Но при этом наши представления о бытии могут зависеть от нашей этики, потому что этика более материальна, чем антология. То есть в этике мы как бы живем, мы существуем и сосуществуем с другими существами, общаемся с ними, взаимодействуем с ними по определенным правилам. Если мы нарушим эти правила, то все будет довольно-таки для нас плохо. И в рамках вот этой этической системы мы проводим большую часть своей жизни. И вдруг внезапно задумываемся о бытии. А наше бытие оказывается погружено вот в эти вот этические дрязги. И иногда, иногда, во многих случаях мы переносим этические категории на антологию. И во многих случаях такие этические категории действительно закрепляются в рамках религий и философских учений, как антологические. То есть они изначально были этическими, а потом они становятся антологическими. И такая зависимость этики от антологии, антологии от этики, ну, тоже делает познание довольно-таки сомнительным предприятием. 91 троп. Мы почти добрались до конца. Страница буквально осталась. 91 троп гласит, что люди самоидентифицируют, ну, то есть идентифицируют, наверное, просто людей по принципу «свой-чужой». То есть есть определенное противоречие. Вот, вот свой. Вот он наш русский. Русский прекрасный, замечательный человек. Конечно же, он замечательный, он прекрасный. Он патриот, он хороший. Мы будем слушать то, что он говорит. А вот этот вот человек там не русский или не патриот, и мы не будем слушать, что он говорит. И по идентификации вот этого вот «свой-чужой» она влияет на познание, к сожалению. И многие-многие-многие философы вообще в свое время были просто националистами, например. И «свой-чужой» у них был очень такой вот радикальный именно по нации. Были разделения на «свой-чужой» по расе. Также на «свой-чужой» мы делимся внутри различных учений. Вот, например, ты ученый, ученый, у тебя есть какая-нибудь там бумажечка, в которой написано, что ты кандидат наук. Значит, ты свой. Ты свой, ты замечательный, ты потрясающий. Не важно, говоришь ты правду или ложь, и какие у тебя аргументы, и хорошо ли ты аргументируешься или плохо. А вот там человек без этой замечательной бумажечки, и он чужой. Не важно, как он говорит, какие вещи излагает, истинные или не истинные, как они хорошо доказаны или не доказаны, совершенно не важно. Он просто чужой, и мы не очень-то хотим его слушать. И вот такой вот предрассудок очень часто будет влиять на познание. Всегда он на него влиял. Вот это вот разделение на «свой» и «чужой» в учениях, по нации, по вере и так далее, и так далее, и так далее. Это очень большая проблема. 92-й троп. Метафорический характер речи. Любое высказывание — это метафора. Ну, там моя теория, в принципе. Любое высказывание является иносказанием. То есть у нас есть ручка сама по себе, на ней не написано, что она ручка. Я ее сам называю ручкой, и у меня есть определенное определение ручки. И, в принципе, это все система моих внутренних метафор. Витгенштейн бы это выразил так, это языковая игра, допустим. Но я оперирую к риторической фигуре метафоре. И все, в принципе, является иносказанием. Ни у одного слова нет прямого смысла и прямого значения. Все есть метафора. Ну, по крайней мере, эту теорию я давно составил. И она, мне кажется, вполне так себе действующая и довольно-таки мощная. И сейчас ее разбирать в полной мере тоже не имеет смысла. Потом, может быть, как-нибудь мы до нее дойдем. 93-й троп скептицизма. Бесконечное множество потенциальных вариантов событий, как и потенциальных миров. То есть апелляция к возможностям. Соответственно, законы природы могут оказаться не такими уж и законами. А вообще бесконечность событий и вероятность этих событий, в общем-то, может быть очень сильно разнится. И поэтому люди в разных возможных, так скажем, мирах могли бы вести себя по-разному. И давать разные ответы на социологические опросы, например. Или жить в совершенно разных условиях. Или иметь разный там иммунитет, допустим. Или что-нибудь там вообще абсолютно любые, в общем-то, критерии сюда можно добавлять. И усомниться можно тоже практически во всем, чем угодно. 94-й пункт. Различие факта и вывода. Преобладание вывода. Почти все, чем мы оперируем, это выводы. Да, мы и не можем оперировать самими фактами самими по себе. Вот у меня ручка. Ручка. Ручка упала. Упала. Действительно упала. Так вот, ручка упала. Это как будто бы факт. Но на самом деле, я когда произношу то, что ручка упала, я резюмирую это в виде вывода и с определенной интерпретацией этого самого падения. Падение произошло вне зависимости от моей речи, вне зависимости от, в общем-то, моего вывода. Оно просто каким-то образом произошло. Феноменально. Синий предмет определенной формы спустился постепенно с ускорением вниз, оттолкнулся от моей ноги и потом упал на пол. К сожалению, да. Так вот. Оказался он на полу. И что же мне с ним теперь делать? Я его не найду, наверное, теперь. Ох. Так вот. Это все выводы. Это все речь. Факт и вывод радикально различны. То есть вот истинный факт. Истинный реальный факт. Все, что я рационализировал вокруг этого факта, это вывод. И вот там, например, когда ручка летит вниз, мы рисуем ручку, рисуем стрелочку, пишем там ньютоны, сила, действует, ускорение. Это все тоже рационализация, это все выводы. И в многообразии вот этих вот выводов на самом деле, ну, люди все взросли. Мы оперируем преимущественно выводами. Мы оперируем преимущественно интерпретациями, а не фактами самими по себе в самом, в общем-то, чистом их виде. Нам, потому что вот они в чистом виде, ну, по сути, недоступны, скорее всего. А если и доступны, то мы описываем все равно их довольно превратно. Девяносто пятый троп скептицизма. Познание является сферой желания, мечтания и фантазирования, потому оно чрезмерно зависит от воображения. И это тоже значительный минус познания. Ну, с точки зрения достижения истины, конечно же. Девяносто шестой пункт. Это номиналистический подход к истине, опровергающий все обобщающие системы. То есть, радикальный номинализм. Ну, если уж вообще ничто не помогает. Если мы не можем усомниться как-то иначе. У меня есть карандаш. Вы не поверите, я уронил ручку, но у меня есть карандаш. Так вот. Номиналистический подход. Карандаш. Карандаш, карандаш, карандаш. Он один, он у меня в руках, он сам по себе один единственный предмет. Нет. Номинализм утверждает, что мы, когда говорим карандаш, мы подразумеваем группу предметов. И в этом случае апеллируем к ничему. Ничему нет. Нет, нет вот этого универсалии карандаша. Нету карандашности как таковой. Есть предмет. Предмет определенной формы, состоящей из определенного материала или материалов. И выполняющий определенные функции. В данном случае этот карандаш выполняет у меня функцию вращения в руке. Не очень полезная функция, но карандаш может ее вполне выполнять. Также карандашом, видимо, можно писать. И это все, ну, писать, вращаться, это тоже как бы обобщающая система, обобщающие категории. Мы их тоже удаляем. У нас есть только вот предмет, его вращение, само по себе, в отрыве от вращения как общего определения предмет, вот этот вот сам по себе, в отрыве от других предметов того же класса. Нет никаких классов, нет никаких видов, нет никаких семейств, родов и так далее, так далее, так далее. Это все обобщающие системы. Номиналистический подход снимает все рационалистические наслоения вокруг всякой системы, включая, например, эволюционную биологию или просто биологию, которая описывает различных существ в рамках определенных классификаторов. И это все с точки зрения номиналистического подхода лишнее. И не касается истины. И не может касаться истины. Ну то есть, да, мы можем пользоваться классификациями для удобства в нашей речи, номиналистический подход это подразумевает. Ну например, лежит карандаш. Я говорю, дай мне карандаш. А я такой, держи карандаш. Все, я понял, что я должен дать кому-то карандаш. И этот карандаш должен писать. Если я дам кому-то муляж карандаша, он будет недоволен, наверное, все-таки. Ну и вот. Но номиналистически, если мы подходим к истине номиналистически, то не существует этих классов. Эти классы это просто условности. И в таком смысле, вот он, карандаш. Вот он, карандаш. И все. Ну то есть. То есть, вот он, один в единственном экземпляре. Есть какой-нибудь другой карандаш. Но его не очень-то адекватно сравнивать с этим карандашом. Они, например, немножко по-разному заточены. Видите, вот какая заточка у него интересная. У каждого карандаша своеобразная заточка. И у каждого карандаша своеобразная резинка. У некоторых даже нет резинки. То есть, каждый карандаш это уникальный предмет. И в этом смысле нельзя размещать его в различных классах с точки зрения истины. С точки зрения удобства, конечно, можно. 97-й субъект... 97-й... 97-й троп скептицизма. Чеславие познающего субъекта, скрывающего от себя это счеславие. То есть, многие субъекты, ну, определенно тщеславные, и люди, занимающиеся познанием, во многом действительно тщеславные. Тут с этим ничего не поделаешь. 98-й троп скептицизма. Переход познания из свободного занятия в работу. То есть, переход свободного действия в необходимость. Ну, то есть, ученые, например, либо какие-нибудь платоники, либо кто-то еще в рамках вот этих вот таких вот больших философских и религиозных и научных систем, вот эти вот люди из свободного занятия, свободного размышления, свободного осмысления постепенно переходят к работе. А работа это механическое действие. Это действие, в котором нужно выполнять определенные функции. Эти функции выполняются вне зависимости от того, достигнута истина, не достигнута, достигнут результат или не достигнут. Работа просто выполняется, и за эту работу люди получают деньги. И вот эти вот, в общем-то, деньги, деньги, они являются таким фактором в познании, который, ну, негативно, в общем-то, влияют на это познание, и это довольно-таки печально. Да что ж такое, почему так? Ладно, продолжим, закончим так. В общем-то, все любые факторы, которые отрывают нас от познания, это плохо. Отличие, да, свободно мыслящего человека от человека, который привязан к работе, но оно колоссальное. Человек, привязанный к работе, вполне может связаться с коллективом, со своим, и в связи с ошибками коллектива признать эти ошибки, признать их за истину. И таких случаев, я полагаю, очень много. 99-й троп скептицизма, он финальный, он такой самый красивый, такой самый художественный. Ну, то есть, бесконечная глубина и многогранность существующего мира. Я не могу смириться с тем, что я плохо, что я весь замылился. Ну, что ж такое, почему камера так плохо меня показывает? Камера, показывай меня хорошо, пожалуйста. Так вот, бесконечная глубина и многогранность мира. Камера меня послушалась. Так вот, да, вернемся к многогранности. Кстати, мир очень глубок, мир сложен, мир состоит из огромного количества частей, которые мы выделяем. Мы сами-то не очень-то просты и поверхностны. Мы сами многогранны, и мир, скорее всего, тоже многогранен. Каждый предмет мы можем рассматривать с бесконечного количества сторон. Мы можем рассматривать различные объекты исследования. Ну, нам уже известно огромное количество объектов исследования. Например, человек, который можно рассматривать, ну, вот, просто, бесконечно, с разных сторон. Со стороны культуры, со стороны социологии, со стороны математики, со стороны биологии, физиологии, медицины, антропологии, философской антропологии и так далее, так далее, так далее. То есть, оказывается, что человек многогранен. Человек, как предмет исследования, многогранен. Но, наверное, многогранен не только человек, но и все, что нас вокруг окружает. И, возможно же, все, что вокруг нас окружает, каждый отдельный предмет и каждое отдельное существо, настолько же многогранны, как человек, ну, или, может быть, менее многогранны, но совокупная многогранность того, что нас окружает, но она должна просто поражать воображение. Именно поэтому достигнуть познания практически становится невозможно. И, по крайней мере, увериться в этом познании тоже становится практически невозможно. Восьмикратно прощаюсь с вами и желаю понимания. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. Если вы просмотрели все три видео, вам просто, не знаю, 64-кратная благодарность. Да, это, наверное, должно было быть очень тяжело, но мы с вами изучили, по сути, все 99 тропов скептицизма. Но книжка, она, в принципе, все их описывает более подробно, чем я даже рассказал. 425 страниц описания вот этих вот тропов. И, я считаю, она заслуживает вашего внимания и прочтения. Да. Кстати, оцените вот этот прекрасный фон. Я специально для вас его сейчас полностью покажу без книжки. Теперь мы будем выступать в таком интересном формате. Вот так вот. Вот такой формат у нас будет. Я думаю, он стал значительно интереснее. Я на фоне космоса смотрюсь куда лучше, чем на фоне белого. Белой, в общем-то, простыни. Восьмикратно прощаюсь с вами и желаю понимания. Спасибо большое за то, что были со мной эти несколько часов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!